Приглашаю всех в мир цветных рисунков и сегодня акварелью нарисуем такой болгарский красный перец. Думаете рисовать акварелью сложно? Совсем нет. Приготовьте краски, кисточки, бумагу. Начинаем! Перед началом рисования акварельными красками я подготовила лист акварельной бумаги, прикрепила его клейкой лентой к поверхности, приготовила несколько кисточек. Вот у меня они разного размера. У меня есть акварельные краски, которые непрофессиональные, но здесь достаточно много разных цветов. Тарелку, в которой я буду разводить краски, пигмент с водой, смешивать. И потом можно ее вытереть и продолжать использовать. Это вместо палитры. Конечно же банку с водой и несколько бумажных салфеток. Я буду промывать кисточки и затем промокать их, чтобы краска не осталась. Для того, чтобы у нас получился хороший рисунок, мы сделаем эскиз тонкими линиями, простым карандашом. Провожу центральную линию, затем покажем верхнюю часть болгарского перца. Вот такой вот овал. Покажем дольки. Покажем низ, конечно же. Вот будет низ. Пускай одна долька проходит так. Приближаясь к центру. Вторая долька. Здесь. Это неважно. Вы можете рисовать, как вы хотите. Можете рисовать, как я. И дальние дольки, которые видны не полностью. И дольки, которые видны на заднем плане. И еще покажем плодоножку. Возьму ластик и сейчас практически сотру весь наш рисунок, эскиз. Конечно же, я все равно вижу все линии, которые я прорисовала. Просто они не должны потом нам мешать и не должны быть видны на акварельном рисунке. Акварель должна быть прозрачной, чистой и легкой. Я все равно вижу мой рисунок. Сейчас я смочу краски, которые я буду, по всей видимости, использовать. Это и оранжевый. Сейчас я подвину, чтобы их виднее было. Оранжевый, красный, красный. Более красный, темно-красный. И, конечно же, зеленые тона. Смачиваю водой. Голубой, количневый, серый. Наверное, вот этот темно-красный. Если нам понадобятся еще какие-то тона, то мы всегда можем смочить эти краски и начать работать. Теперь у меня краски смочены. Я беру оранжевый, самый светлый оранжевый тон. Здесь вот я на тарелке, на тарелке его развожу с водой и начинаю обладать наш эскиз. Вот где у нас проходит граница дольки. Я оставляю немножко светлое место, не прокрашенное. А вот затем... Ну вот я сейчас покажу, как это... Потому что действительно я стерла, там не очень хорошо видно. Здесь оставляю светлое место, это будет блики света. Мы должны помнить о том, что наш перец, он будет отражать свет. Это будет блики света. Здесь светлое место оставила. Можем показать даже, что вот такая вот форма, изогнутая в дольки. Здесь вот светлое пятно оставим. Тоже такой блик. И затем очень легко развожу эту желтую краску с водой. И прокрашиваю весь перец. Ну, видите, как я стараюсь делать очень легкий первый слой. Потому что мы потом будем изменять цвет и добавлять цвет. Это я оставляю два пятна. Это опять блики света. Возле края дольки опять оставляю непрокрашенное место. Дальше прокрашиваю. Сейчас мы здесь проходим. Оставляем непрокрашенное место. Все это нам поможет нарисовать очень красивый перец. Балкарский перец. Эти вот все блики. Вот мы показали форму перца. Переднюю часть. Сейчас видимую часть. Ну и, конечно же, мы должны показать там дольки. На задней части. А это будет зеленая часть. Это будет плодоножка. Я сейчас беру зеленый цвет. И сейчас мне тут уже прокрашу, чтобы было понятно, что это наша плодоножка. И мы не должны это закрасить другим цветом. Это должно быть зеленым цветом. Такая зогнутая плодоножка. Такую полосатость можно оставить. Мы потом добавим сюда другой цвет. Вот я сейчас промыла кисточку. И сейчас немножко уберу отсюда. Краску. Пускай здесь будет посветлее. Вот сейчас, вот в этот момент, мы еще все можем исправить. Потому что, когда краска не просохла, мы можем с водой немножко изменить очертания предметов. Вот как сейчас я придется толще сделать плодоножку. Потому что я вышла за края. Вот так. А теперь будем работать красным цветом или ярко-оранжевым. Беру ярко-оранжевый, поворачиваю тарелку. Видите, с тарелкой очень удобно работать. Развожу ярко-оранжевый с водой. И теперь опять пройду по краю наших толик. Не закрашиваю прям таким сплошным цветом, а даем возможность того, чтобы мы могли потом поиграть с цветами. Видите, здесь вот по центру светлее. Сейчас я уберу немножко. Внизу. Сейчас пройду по границе дольки. А здесь очень светло, с водой. Добавлю цвет, но намного светлее. Это вот только очень красиво смотрится. Теперь дальнюю дольку мы сейчас опять. И добавим. Возьмем даже более. Не видно. Сейчас я покажу вот этот цвет. Красный цвет. Добавим его в дальнюю дольку. Добавим в ту дольку, которая скрылась. Здесь. Тоже не прокрашиваю прям полностью. А наношу коди цветовые пятна. Здесь вот на дальней дольке по самому верху, который мы видим, убираем немножко краску. Добавляем красный сюда цвет. Акварельная краска. Это водяная краска. И вода нам помогает регулировать окрас. Очень даже хорошо, воздушно получается. И в акварели лучше всего оставлять много непрокрашенных мест. Тогда она оказывается, получается легкой, воздушной. Что нужно, чтобы была акварель? Акварель это воздушная, нежная, легкая живопись. Очень сложно остановиться, когда исправляешь что-то. А в акварели это очень важно. Нельзя переработать. Не должна быть много слоев, много... Наложено краски. Иначе акварель не будет красивой акварельной. Беру... Промываю кисточку. Немножко здесь убираю краску. И добавляю по низу. Потому что она долька круглая. И внизу будет немножко потемнее, чтобы показать объем. Теперь я возьму более темную красную краску. Добавлю сюда. Видите, как она легко и красиво расходится. Пройду по... Вы можете работать тонкой кисточкой. У меня я вот люблю вот концом вот этой косо обрезанной кисточки работать. Очень хорошо получается. И сюда темницу добавляю. Чтобы у нас получился объемный перец. Возьму. Все смешаю. Добавлю побольше воды. Сейчас немножко выровняю. Опс. Видите, как легко можно исправить. Просто сухой кисточкой убрать, если где-то вышли за пределы рисунка. Повернула тарелку. Сейчас я возьму зеленую краску. Такая яркая-яркая. Зеленая, зеленушная. А нам надо, чтобы получилась такая более натуральная, травная. Поэтому мы берем коричневую краску. И смешиваем их немножко. И добавляем светло-зеленую краску. Вот. Теперь хороший получился цвет. Вот. Теперь мы работаем с полдоножкой. Край сделаем потемнее. Там, где она изогнулась, тоже здесь тень появится. Светло-зеленую добавим сюда. Немножко ее разведем с водой. Ну, полдоножка выглядит прекрасно. Оставим ее. Теперь возьмем темно-темно-красный цвет. Вот этот цвет мы возьмем. Видно? Его видно, да? Поворачиваем тарелку. Вот этот цвет. Надо бы добавить немножко сюда оранжевый, чтобы он был ближе к цвету перца. Добавим темный цвет. Я тонкой кисточкой работаю. Сюда. Лучше работать может толстой кисточкой. Она лучше проложит этот слой краски. Дальние дольки. Обозначу получше. И здесь можно немножко дать красноватый тон, потому что идет рефлекс от самого перца. И теперь дадим немножко высохнуть и нарисуем тень. Возьмем голубую краску. Сейчас промою получше кисточку. Глубую краску. И можем пройти рядом, не прикасаясь, потому что перец еще не высох. Рисунок перца не высох. Покажем тень. Ну, это пока даже не тень, а как бы поверхность, на которой лежит наш перец. Немножко разведем свою трубу, эту поверхность. А теперь возьмем голубой цвет. Я бы даже взяла немножко красный. Вот такой вот получился бородовый. И немножко здесь покажем поярчить. Круглый тень. Предмет круглый тень круглая. И она дальше становится легче и светлее, чем дальше от предмета. Теперь возьмем тонкую кисточку. Возьмем поярче красный тон. Вот такой вот темный смешаем с ярким красным. Видно? Видно. И теперь рядом с бликами чуть-чуть добавим яркий цвет. Сразу блик заиграет лучше. Здесь по краю тоже. Если здесь блик, то надо сделать его ярче. Здесь. Здесь показать темный цвет возле блика. Тогда блик сразу становится ярче. И надо показать темный, дальнюю дольку. Поярче. Край поярче, поровнее. Еще раз пройдусь здесь. Исправлять можно долго. Но лучше всего не переработать. Не сделать. Вы говорили, лучше всего недосказанность. То есть все должно быть легко. Надо мне остановиться. Сейчас остановлюсь. Сюда. Оп. Сюда немножко добавлю. И когда это подсохнет, я немножко добавлю. Наверное, такой вот оранжевый цвет. Нет. Это очень, наверное, висеть голубой. Очень-очень разбавленный светлой. Сейчас может можно добавить голубой тон вот в этот белые промежутки. Как здесь. И здесь тоже. И здесь. Потому что смягчить эти белые места. Совершенству нет предела. Взяла кисточку с красной краской. И сейчас добавлю немножко в тень. Потому что такой яркий, красивый перец обязательно дает рефлекс на поверхность. Здесь должна присутствовать тоже цвет перца. Я дала с одного края. Предположительно. Свет падает откуда-то все-таки отсюда. Но мы все равно видим, где тень проходит. А еще можно взять ярко-ярко-желтый цвет. И пройти вокруг. Не прикасаясь к нашему перцу. Развести этот желтый цвет у этого. Ну что, у нас такой замечательный перец. И сейчас добавлю желтый цвет в поверхность тоже. Надеюсь, у вас тоже получился красивый рисунок. Но если вдруг оказалось, что у вас что-то не получилось, это очень легко исправить. Откройте опять это видео. И попробуйте повторить этот рисунок. И у вас получится намного лучше. Спасибо, что приходили в гости. Рисовать легко и весело, когда вместе.